Всем привет, с вами Стардасти, мы продолжаем проходить игру Boyfriend to Death или же Парень до гроба, дисклеймер, игра не для слабонервных и тайры-пыры. И теперь мы начинаем проходить новую сюжетную ветку, теперь мы будем захаживать в змеиную яму. Ну что ж, давайте сразу же начнём. Думаю, схожу в ночной клуб. Я надела красивый наряд, откровенный в нужных местах, и вышла в ночь. Простая в очереди какое-то время, я наконец вошла в клуб. Музыка была довольно громкой, протолкавшись сквозь море людей, я подошла к бару. Последние несколько дней я, кажется, всё время проводила в компании бармена. Ром с колой, пожалуйста. Рановато для Ромы, не думаешь? Я оглянулась и видела парня, помешивающего рядом со мной свой напиток. Эт, Валех, что хочу, то и делаю. Наверное, ты прав. Просто не обращать на него внимания. О, ну, вот знаете, вот в тех линиях всегда какое-то приветствие однообразное было. Ну, то есть особо не отличаясь. А тут прям, вот тут уже оно по-разному звучит всё-таки. Ну, грубить мы не будем. Давайте. А не обращать внимания, тоже не вариант, только сильнее приставать может начать. Ну, давайте, наверное, ты прав. Ох, он мне улыбнулся. Я пришёл сюда не чтобы тебя осуждать. Ой, извини, просто у меня выдалась тяжёлая неделька. Понимаю, бывает. Я не знала этого парня, но он показался мне довольно милым. Ну, не знаю, не особо милым он выглядит, если честно. Точно, меня зовут Стардасти. Приятно познакомиться. Я Сана. Он взял меня за руку и провёл большим пальцем по коже. Блин, я не знаю, тут у авторов какие-то фетиши на большие пальцы. Там Стрейт постоянно большим пальцем что-то нас гладил. Этот. И руки были холодными и жёсткими. И вообще, чё он уже лезет к нам? Мы просто поприветствовались с ним. Я подняла взгляд и он посмотрел мне прямо в глаза. Это физический отблеск и его серых глаз пронзил меня насквозь. Что такое? Ничего. Мне просто стало интересно. Да? Хочешь со мной потанцевать? Можешь рассказать тебе побольше, что ты делаешь тут совсем один? Ну, ну, танцевать не хочу его в пляс сразу же звать. Ну, мне интересно реально, что ты тут делаешь один? Ну, наверное, то же, что и я. Ну, ладно. Последнее время я всегда один. У тебя никогда такого не было. Оу. Я понимаю, о чём ты. Отстойное чувство. Я бы так не сказал. В итоге я же встретил тебя. Сана посмотрел на часы, а затем снова поднял на меня взгляд. Уже поздно. Пойду я лучше. Ох, уже. И сейчас делаю ставки. Главное говоря, я позову себе в гости. Или пойдёт к нему в гости. Сто процентов. Да. Занятие в меди завтра. О. Медик. Кстати, да, он молодой по сравнению с теми. Подросток. Да. Ого, чем-то занимается. Он в медиа учится. Но, судя по всему, что-то у меня уже... И начинаю подозревать, как тут будут, так скажем, какие-то муки происходить с ним. Ну, ладно. Это он нас позовёт и будет потрошить для своей практики. Я сразу, вот сразу жесть начинаю представлять. Потому что я уже понимаю, что тут парни способны в этой игре. Так что я ничему не удивлюсь, если что-то такое будет. И, Пойди, не хочешь сначала выпить со мной кофе? Блин, у него мед. Я думаю, учёба в меди, это не та учёба, после которой будет время тусоваться в этих клубах. Если честно. Конечно, понимаю. Было приятно с тобой познакомиться с Саной. Хм, похоже, чтобы стать доктором, нужно быть настоящим занудой. Блин, ну это прям какой-то, я не знаю, ответ оффника, если честно. Я, короче, отвечу второе. Всё, не буду никуда звать к тем гостей. Боже, упаси, пить кофе. И, конечно же, не буду обзывать. Вот. Приятно было познакомить. И мне. Сана сыскользнулась в барные стола и растворился в толпе. Посмотрел вслед уходящему Сану, я вздрогнула. Ой, блин, что я читаю? Я вздохнула. Я встала, чтобы потанцевать в гордом одиночестве. И тут с кем-то столкнулась. Ё-моё, что? Тут несколько парней. Тут будет любовный треугольник. Не, ну там в галерее смертей было только имя Сана. Так что, хотя, с другой стороны, там больше концовок, чем у других. Может, тут можно выбирать, с кем мутить. Эй, ты в порядке? Я тебя совсем не заметил. О, всё нормально. Но я думала, ты только что ушёл. Нет? Так это, в смысле, это другой кто-то. У него шрама нет, вон. Чего? Он пройнул голову и посмотрел в ту сторону, куда ушёл Сана. А, ты же сейчас Сана говорила. Что же, я постоянно проматываю. Меня зовут Акира. Он мой брат-близнец. Как можно было их спутать? У него же шрама на полу башки нету. И вообще, одет по-другому. Он одарил меня милой улыбкой. Я улыбнулась в ответ. Он видел совсем как Сана. Мне нужно вернуться к диджейскому пульту. А, так они владеют этим клубом, может. Хотя не, он просто может подрабатывать. Но было бы забавно. Можем поиграть как-нибудь в следующий раз. Что? Пацаны, я тебя впервые вижу. Ты чё тут? Какие игры? Угомонись. Акира улыбнулась и привела рукой по моему подбородку. Да чё ж тут все ещё и лапают? Ё-моё. Звучит занятно. А главное, Герня только рада. Она, короче, ко всем клеится, я поняла. Наконец-то я вышла из этого шумного ночного клуба. О нет, опять эта улица. Сейчас нам по башке дадут. Ты моя. Блин, я сразу, вот сразу, вот просто переступила порог сразу же. Ты моя. Когда я услышала знакомый голос, что-то словно ударило меня. Мне кажется, не словно, а ударило. И всё погрузилось в темноту. Да. Я очнулась в кромешной тьме. Попытавшись пошевелить запястьями, я поняла, что что-то мешало мне сдвинуться с места. Что-то кожное прижимало меня к тому, на чём я лежала. Ау! Я крикнула в темноту. Ах! Зажжённый свет был таким ярким, что ослепил меня на несколько мгновений. Ой, ё-моё, тут опечатка в тексте, прикиньте. Трэш. Затем кто-то... Ну, сразу видно, чел в медицинском. Но только что-то он богатый, богатенький явно. Потому что где бы он нашёл деньги, учащий на медиа, на такие оборудования. Затем кто-то отвернул лампу, направленную мне в глаза, в сторону. Где я? Или он людей на органы продаёт? Ну, тоже вариант бизнеса. Ты в моём лазарете. Окей. Высокий парень склонился надо мной. Что происходит? Отпусти, я не хочу не... Я не хочу... Чтобы ты не забыла... Ладно. Я бы не успела так среагировать и сказать, что, что, я не буду в твоих играх играть. Просто, что происходит? Сана села на стул рядом со мной. Хочешь знать, что происходит? Буду с тобой откровенен. Сана посмотрела на папку с бумагами и положила её на колени. Я собираюсь обследовать тебя. А это бесплатно? Тогда давай. И ты не переживёшь эту процедуру. Тогда не надо. Интересное обследование у чувака. Потребовалось время, чтобы переварить то, что сказал Сана. Но не может же он говорить это всерьёз. Я же говорю, ему нужна практика для медицинского. Вот он и нашёл себе жертву. Что? Я молча сверлила его взглядом. Да уже не молча получается. Сана села рядом со мной. Итак, расскажи мне свою историю болезней. Есть ли у тебя какие-либо генетические заболевания? Он мил себя так, словно во всём этом не было ничего странного. Ребята, ну будем как бы... Нам тут бесплатное обследование предоставляют. Конечно же, мы ответим на его вопрос. Что точно есть? Это не то, как ты представляешь себе отношения. Ну, слушайте, шутить над ним я точно не собираюсь. Сразу видно, ну как бы... Серьёзный, серьёзный парень. Не надо с ним шутки шутить. Отвечте на его вопросы. Я ответила на его вопросы как могла. А нам показать? Что ещё мне оставалось делать? Сана провёл пальцами по моим волосам и посмотрела на меня. Отлично. Кстати, ребят, вот именно так выглядит бесплатная медицина. А после неё ты не выживаешь. Я не могу. Его тихий голос и мягкие прикосновения успокоили бы меня, если бы не холодный его глаз. А то есть, ну, а обстановка тебя как бы, ну, вообще ни о чём не говорит. Так бы ты успокоилась, но если бы глаза были тёплыми, то вообще мы тут с хайфом лежали бы, да? Казалось, они не могли принадлежать человеку. Ну чё, очередной демон у нас тут. У меня мурашки побежали по телу. Прошу, не убивай меня. Сан наклонился и пролил большими пальцами, опять большими пальцами в перчатках по моим щекам. Ничего не обещаю. Отдыхай. Слушайте, интересно. Вот те были прям эмоциональными, что стрейт, что у этот райер, а этот такой холодный. Короче, мне нравятся, как тут все очень разные руты. Что-то блеснуло в его руке. Это что, шприц? Он наткнул его мне в шею, прежде чем я успела сказать хоть слово. Голова тут же склонилась, а перед глазами поплыло. Тебе нужно поспать. Са-са-сану! Проснувшись, я повернула голову на бок. Саналивость исчезла довольно быстро. Я попыталась осмотреть комнату и заметила Сана. Он сидел в углу и спокойно просматривал какую-то книгу. Я прикусила губу. Что-то... Ну, знаете, отвлекать человека от чтения книги такая себе идея. Но мне реально интересно, что он делает. Давайте спросим. Сана подняла глаза, подошел и сел поближе ко мне. Просто просматриваю эти бумаги. Я потерла запястье, кожаный ремень, сковывающий движения. Я все никак не могла понять, чего же он хочет. Почему ты выбрал меня? Блин, ну... Странный вопрос. Ну, как бы... Ты так удобно подвернулась... Попала под руку, так скажем. Сана оторвался от бумаг и вздохнул. Поле случая. Как и всегда. Понятно, мы не первая жертва. Впрочем, как и всегда. Просто ты была одна. Полагаю, в этом есть смысл. Смотря что, по-твоему, есть смысл. Оу, а я так вижу, увы, философ. Смысла в том, что делать серийный убийца абсолютно никакого в Стардасте. Он признает, что он серийный убийца? Ну, слушайте, у него очень глубокий самоанализ. От его слов мои глаза широко распахнулись. Серийный убийца? Сана, пожалуйста, я не хочу умирать! Сана правил пальцами по моим волосам. Покачал головой. Никто не хочет. Однако, я не собираюсь отпускать тебя. Сана встал и еще раз посмотрел на меня. Прежде чем затянуть ремень на моей руке. Слушайте, ну этот парень прям все по фактам говорит. Прям. Он вытащил шприц, постучал по нему. Я сглотнула, не знаю, что в нем. Спросит на него непристойный взгляд. Что в шприце? Так. Непристойный взгляд. Мне кажется, тут какой-то перевод неправильный. Причем здесь непристойный взгляд. Так, ну, он серьезный дядька. С ним шутки плохие. Спросим, что в шприце. Я изобрел особый вид. Общей анестезии. Как она работает? Она вызывает расслабление мышц и временный паралич. Но при этом человек все чувствует. Вот сейчас точно так будет. А также помогает сохранить воспоминания об операции. Что это значит? Это значит, что ты будешь все чувствовать, но не будешь сопротивляться. Я уверена, сейчас так и будет. Это, короче, классика каких-то боди-хорроров, я не знаю. Сана схватил меня за лицо. О, он сейчас из нас этого чечевскую многоножку будет делать. Или моржа. Кто понял, тот понял. Сана схватил меня за лицо, рукой в перчатки и провел пальцем по щеке. Ангелочек мой, это значит... Он крепче сжал мое лицо и наклонился ближе. Ты запомнишь каждое движение моего скальпеля по твоей коже. Я задрожала в его хватке, и он медленно отстранился от меня. Он хотел, чтобы я помнил все, что он со мной делал. Сана похлопал меня по руке и поправил очки. Тонкие вены. Ты пила достаточное количество воды. Ну, судя по всему, это только алкоголь. Сана осуждающе посмотрела на меня поверх очков. Я пила слишком много алкоголя, да? Я бы попила водички, если бы не было связано. Короче, я хочу нагрубить ему. Вот в этот раз реально по факту. А то сфигали он тут осуждающе смотрит на меня. Ты кто мне? Ты просто врач, который еще и пить меня хочет. Так что грубо ответим. Сана скорочила гримасу. Блин, еще и недовольный. Затем тихо рассмеялся. Он умеет смеяться. Он истинно до мной положил руку у меня на лоб. Любишь поумничать? Не правда ли? Чувак, это ты тут пока только умничаешь. Что за... Понятно, короче. В чужом глазу соринку заметила, а в своем бревно не замечает. Может, лучше вести ее тебе прямо в глаз? Тетерлась и попыталась вырваться. Понятно. Я, как и говорила, с ним шутки плохи. Я видела, как жидкость вытекает из кончика иглы. Нет! Что мне теперь делать? Бороться? Отвести взгляд? Ну, знаете, когда я... Когда мне врач что-то вкалывает, и всегда тоже взгляд. А бороться он все равно... Ну, я думаю, у нас нет смысла бороться. Мы только, может, повредить нам что-то. Так что лучше смириться и отвести взгляд. Что тут уже поделаешь. Кстати, а зачем вообще его брата встретили? По приколу, по всему. Интересно, его брат знает, чем он тут занимается. Отведя взгляд от иглы, я учащенно задышала. Я чувствовала, как Сана нависает надо мной и подносит иглу ближе. Сана направила иглу мне в глаз и ухмыльнулась. Блин, зря, зря! Нельзя было с ним умничать, я теперь в глаз вколол трэш. Блин, это прям, ну, прям... Да, это... Он открыл иглу мне прямо в глазное яблоко, и я залопила... Блин, не знаю, что-то... Ощущение... Вот от его рута... Самое противное, конечно, ощущение. Вот... Чтоб там не тело лететь. Тот с своими тентаклями, тот ножом резал. Ну, вот это вот... Это реально противно. Почти закончили. Казалось, мой глаз вот-вот вылезет из черепа. Я снова закричала и вцепилась в ремни на руках. Ну-ну, было не так уже страшно, а? Чувак, очень страшно было. Он у нас рассудок уже падает там. Сана погладила меня по щеке и вернулся к медицинскому лотку. Я почувствовала, как из глаза потекла кровь. Боже! Я просто хотела отрубиться, но чувства обострились еще сильнее, чем когда-либо. Сана наблюдала за тем, как мое дыхание постепенно замедлялось. Как ты себя чувствуешь? Ужасно, блин! Я не могла ничего ответить и только смотрела на него, не мигая. Не в состоянии говорить? Хм... Сана повернул мою голову в свою сторону и начал резать кожу! Было больно, словно никого, а анестезии не было. Глубокий порез обжег плоть, но я не могла закричать. Я даже... был... была... была не в состоянии отвернуться. Сана разрезала мое предплечье и вскрыла... Пипец! Что происходит? Знаешь, такие практики не редкость. Поведение... проведение операции на живых людях в научных целях. О чем он? Так вот зачем он это делает? Ну да, он же сказал, у него скоро экзамены или что там у него. Сана вытащил сухожилия на моей руке и взглянул на них. Много сидишь за компьютером? Да, чувак, прям сейчас сижу. Что? Садистская улыбка блеснула на губах Сана, когда он сильнее дернулся сухожилия. О май гад! Да он вообще долбанутый, блин. Какая жесть, конечно. Да. Взглядом я умоляла, Сана сжалится надо мной, и отпустить. Сана взглянул на меня и склонил голову на бок. Хватит. Я хотела кивнуть. Могла лишь пялиться на него в ответ. Сана встал и протянул руку. Причудливый голубой свет и буквы, которые я не могла разобрать, парили вокруг его руки. Чего? Чего? А можно по-человечески? Я посмотрела... И, кстати, вот этот язык, насколько я знаю, он еще проскальзывал до этого. Я так понимаю, это призумный язык автором. Автором игры. И где-то можно найти раскладку этого всего. Но мне, короче, я этим точно не буду заниматься. Не думала, что тут настолько прям важные какие-то слова были сказаны. Я посмотрела на свое запястье. И оно, казалось, неплохо так затянулось. Блин, он что, демон очередной, ё-моё. А теперь уже на китайском каком-то заговорил, что это японский. Сана посмотрел на меня и погладил по голове. Оставшуюся часть раны Сана тщательно перевязал. Блин, получается, он может нас вечно мучить, потому что он постоянно будет залечивать. Ну, хотя он же говорил, что у него другие жертвы были. Значит, не все так просто. Не все так просто. Ну, это жесть, блин. Ну, еще какой-то мах появился. Я видел, что он развязывает мне ноги и почувствовал небольшое облегчение. Он подошел к писемному столу и сел, и сев, принялся спокойно записывать что-то в блокнот. Сана закончил со мной, так что больше ничего не предпринимал. Контроль над телом возвращалась ко мне, и я подтянула ноги. Сана поднял глаза, услышав, как я шевелюсь. Хорошая идея. Тромбоза глубоких вен сейчас лучше избежать. Окей. Думаю, сейчас это меня забудет меньше всего. Нет, нет, не надо так. Можешь размять мне ноги, если хочешь. Мне нравится этот вариант. С удовольствием бы побегала, если бы ты разрезал мне руки. Нет, ну, в прошлый раз по-похожему пошутили. Он нам в глаз воткнул иклу за то, что мы умничаем. Так что я вот это отвечу, мне оно больше нравится. Сана глянула на меня. А почему у нас рассудок от этого попустился? Странно. Сана глянула на меня, поднял брови. Не знаю, что меня за язык дернуло это сказать. Да там все ответы какие-то язвительные были, если честно. Я Сана молча встал и положил руки меня на ноги. Пнешь меня и быстро пожалеешь об этом. Я поежилась и быстро кивнула. Сана провел руками вверх и вниз по моим ногам. Его холодные пальцы крепко сжимались на моих мышцах. Неожиданно, что он сделал то, что я попрошу... А ему все равно на тебя. Он просто хочет избежать тромбоза. Вот и все. Я почувствовала, как на щеках проступил румянец. Почему ты это делаешь? Сана посмотрела на меня и в раздумьях коснулся моей кожи. Не хочу, чтобы ты развалилась на части. Пока не хочу. Спасибо. Он нежно пролил пальцами по моей коже и я вздрогнула. Ты такая чувствительная. Это очень плохо. Не могу ничего с тобой поделать, когда ты так меня трогаешь. Можно мы с маньяком, психом, убийцей заигрываем? Кайф. Сана похлопал меня по ноге и улыбнулся. Тебе не нужно меня стесняться. Можешь не беспокоиться. Я не собираюсь насиловать тебя. Спасибо, чувак. Спасибо. У меня нет... А чё у нас один вариант ответа? Типа, если бы мы чё-то другое сделали, у нас бы дополнительно появился или как? Ладно, у меня нет сил. Я только что вскрыл тебя. А чё произошло? А чё я пропустила? Когда всё это произошло? Не могу сказать, что я этого не ожидала. Он же действительно только что вскрыл мне руку. Когда? Я не успела даже моргнуть. Чё произошло уже? Я бросила на неё... Я бросила на неё быстрый взгляд. Можно мне поспать? Вперёд. Я тебя не останавливаю. Я просто работаю. Он был прав. Я закрыла глаза и попыталась усмотреть. Что? С чём он был прав? Я чё-то вообще упустила линию повествования. Спать было трудно. В комнате становилось очень жарко. Может быть, мне стоит попробовать заняться чем-то другим? И тут я сохранюсь, пожалуй. Ну, конечно... Ну, ладно, короче, не важно. Я осмотрелась. Сана стояла в углу и поджигала что-то в печи. В печи. Ну, растапливает комнату. Наверное, холодрыга невероятная. Правильно делает? Попросить вырубить чем-нибудь. Тут стало очень жарко. Попытаться уснуть ещё раз. Блин, честно, я бы вообще не трогала. Лучше уснуть. Я фыркнула и закрыла глаза. Мне нужно было поспать. Со мной могло произойти всё, что угодно. когда я проснулась, было невыносимо жарко. Было больно делать вдох. Блин, надо было сходить слишком жарко. Так бы он, может, облегчил всё это. Проснулась. Я открыла глаза и посмотрела на парня, чтобы в другом конце комнаты. Сана не сводила с меня глаз. В отражении его очков виднелось голубое пламя. Что ты делаешь? Я закашлялась и обмякла. Поддаю жару. Пока он говорил, я почувствовала кожей, как жар отражается от стен. Я пожалела, что открыла рот. Я смотрела, как призрачное голубое пламя соскакивает своего пальца и разогревает комнату. Теперь-то я поняла, почему стены были бетонными. Сдаёшься, стардасти. Заплакать и спокоить. Так, я, короче, запомнила, что никогда лучше не плакать, а то как-то, ну, знаете, эти всех парни, короче, что-то они прям злятся, когда плачешь, поэтому лучше успокоиться. Было страшно, но я не хотела, чтобы паника вновь овладела мной. Я прикосила губу и попыталась успокоиться. Наблюдая за мной, Сана подошёл ближе. Его руки всё ещё горели голубым пламенем. Хм, нечего сказать. Сана схватил меня за ноги, и обжёг кожу. А теперь... Так, нет, походу, тут если мы будем сопротивляться, то только хуже станет. Ну, я уже так начала, так и продолжу. Прикусить губу. И не хотела, чтобы он увидел мои слёзы. К тому же, не похоже, что он был в настроении слушать мои рыдания. Сана посмотрела на меня и убрал руки. Я закрыла глаза и легла на спину. Казалось, комната сжалась вокруг меня. Я почувствовала, что вновь теряю сознание. Я открыла глаза и огляделась. Комната уже немного остыла после адского пекла, что здесь было. Сана, должно быть, открывала дверь на некоторое время, пока я валялась в отключке. Я увидела, как в углу Сана разглядывают расплавленные вещи на письменном столе. Привести дух и отдохнуть? Что ты исследуешь? Мне реально интересно. Давайте спрось. Сана отрывала взгляд от стола и склонила голову на бок. Человеческую выносливость. Ты бы удивилась, узнав, сколько люди способны вынести. А, ох, тебе трудно дышать. Мне вот интересно, вот сейчас он делает эти исследования, потом он их, ну, наверное, статью какую-то напишет, и что он будет, и как он будет доказывать, ну, как бы, доказывать это всё. Впишет себе в статью то, что я экспериментировала на людях, типа, как? Ну, тут максимум есть он просто для личного интереса. Ну, короче, это так всё странно. Тебе трудно дышать. Всё нормально. Да вообще, абсолютно нормально. Просто скажи, если что-то будет нужно. В какое-то время я тупо пялилась в потолок. Было тихо. Я прищурилась и повернула голову Оксана. Я так и не поняла, считается я серийным убийцей, или он себя исследователем считает, и что-то... как он себя идентифицирует. Сам он сидел, а голова его лежала на столе. Он спал. Лучше не проверять. У меня не было сил. Я была не в состоянии заставить себя попытаться сбежать. А, мы могли сбежать? Так мы же привязаны, как бы мы сбежали. Блин. Ну ладно, уже выбрала это, давайте уже посмотрю, что будет. Я закрыла глаза и вздохнула. Казалось, прошло уже несколько часов, как Оксана перемещалась и по комнате в полной тишине. Он даже не включил свет. Может быть, он просто привык работать в темноте. Я услышала, как он достал что-то металлическое из одного из своих ящиков. Оксана подошел и посмотрел на меня. По-моему, он изучал мое лицо. Скажи-ка, Стордасти, слыша голос Оксана, раздавшаяся в кромешной тьме, я сглотнула. Ты знаешь, что такое префронтальная лоботомия? Я еще раз сглотнула и открыла рот, собираясь ответить, но он не дал мне сказать. По существу, ты берешь что-нибудь такое? Что? Сана подняла похожий на нож для колки льда инструмент и помахал им. В темноте Я увидела его отблеск И через глаз можешь разрезать ткани Соединяющие лобные доли мозга С остальной его частью С чем он мне об этом рассказывает? Сана провел кончиком Ножа для колки льда по моей ноге И я вздрогнула Холодный, острый кончик царапнул кожу Это была очень распространенная практика Особенно в конце 19 века Поскольку в то время депрессии Тревожность считалась Психическими расстройствами Сана посмотрела на меня поверх очков Прищурив глаза и усмехнувшись Так что Исфыталась эта тревожность В последнее время О, как это Завернул Блин, это уже столько исследований Насчет этой лоботомии было Короче, по приколу мучить людей Потому что никакого научного интереса Я в этом не вижу Потому что это уже очень хорошо было исследовано Все это дело А может А может у тебя была депрессия Блин, какой он черт, конечно О чем ты? Сан наклонился и щелкнул у меня по носу Я говорю о том, что Он оцелил нос для колки льда мне в глаз А что же у него? У него какой-то фетиш на глаза Или что, блин? Хочу опробовать на тебе эту варварскую форму Нейрохирургии Он хмельнулся и склонил голову Ну все это сразу Короче, конец Я охнула, когда ощутила, как капля крови кальция по моей щеке В конце концов Так я забочусь о тебе Да блин, ты прекрасно знаешь, какие последствия у этой лоботомии, блин Я же врач Блин, мы не в 19 веке Не надо мне тут оправдываться Это безумие Ты же шутишь, да? Полагаю, ты прав Иногда я испытывала тревожность Блин, это что, ответ дурачка какого-то? Конечно же я испытывала тревожность Блин, это Про тревожность ответы тупые Тут как бы, чувак, ты лоботомия Ты что-то будешь про тревожность Это безумие Какая неказистая Он посмотрел в сторону, размышляя о чем-то про себя Так, из тебя не получится, хорошие куклы Это как в этом, Мэтт Фазер В этой РПГ-харрорюге Напомнила мне что-то об этом Блин, реально там похожий сюжет был Ну, в плане сюжетная линия этого Фазера Сана встал и поднял нож для колки льда Я избавлю тебя от этого гадкого поведения О чем ты говоришь? Я сделаю тебе лучше Я завопила, требуя, что он меня отпустил Но Сана быстро привязала меня Сана зафиксировала мою голову неподвижно И занес нож для колки льда над моим глазом Слушайте То он сначала говорит, что он просто серийный убийца Потом он, типа, ведет исследования То, что это все в научных целях Теперь же он, оказывается, делает куклы из людей Блин, какой разносторонний молодой человек Еще и в медиа учится Вообще, ну, просто Я крепко зажмурилась и Сана вздохнула Именно это поведение я и собираюсь убрать Сана силой разжал мне веки Я никак не могла отстраниться И он поднес нож к моему глазу Я почувствовала, как что-то оборвалось в моей голове Когда нож вошел мне в череп Я громко вскрикнула, когда он начал шевелить острием в моей голове Было трудно сосредоточиться А он все рылся и рылся Ощутив, что кончик ножа вышел из моего черепа Я взглянула на Сана снизу вверх Так-то лучше Он скользнул рукой по моему лицу Такая... тихая Не волнуйся Я почти закончу Сана приподняла века На другом глазу воткнул острием мне в голову Я ничего не почувствовала Тебе сделали лоботомию Вот и первая концовка Кстати По сути У него не так уже много выборов А концовок дофига Интересно, интересно Ну что ж На сегодня на этом закончим Всем спасибо за просмотр С вами была Стардасти И пока-пока